вы что считаете что вот это вот может считать из каждого утюга может если проплатить каждый утюг то она будет из него звучать они создали оружие под покровом преподобного серафима саровского друзья всем привет сейчас расскажу вам о скрепах до скрепах российских что же держат вместе это безумное сборище друзья сейчас будет про певца шамана и патриарха кирилла что у них общего как вместе они любят ядерное оружие похоже единственную реальную скрепу которая у них есть ну в общем немножко российской шоу-бизнесе звездах и российской церкви это безумие сейчас обо всем подробно не забудьте подписаться на канал у людей пропадает подписка на мой канал поэтому нужно вам обязательно проверить подписаны ли вы если люди кто ждут новые видео они их не получают потом выясняется что у них нет подписки проверьте пожалуйста подпишитесь если вдруг не подписаны нажмите кнопку лайк палец вверх комментируйте шерти это очень важно и так очень интересная значит в россии там состоялась очередной у них там вот этот перфоманс на день народного единства россии в чем же их единство в общем суть единства красная кнопка ядерная у них есть к певец шаман значит который эту кнопку как бы символично нажал и типа лишь ядерный взрыв взрыв вызвал но даже для россиян многих это оказалось слишком и но посмотрите сначала как это выглядело да в общем вот такая радость взрываем весь мир ядерной кнопкой ура в общем супер даже некоторые россияне немножко обалдели от этого и начали там активно писать комментариях что шаман безумный что это вообще такое тут включили все ведущие соловьев live прибежали пропагандисты это шаман наше все вы что ну все похоже имеют контракт от этого нацика от классический нации вам дальше покажу не этот шаман на и в общем начали активно его защищать встретить один начал рассказывать да кто вы все старики что вы рассказываете молодежи как им делать хочет молодежь взрывать ядерную кнопку пусть взрывает что вы мешаете посмотрите и пофигу абсолютно что это там шаман им будет не нравится там еще кто-то это вот методология знакомая мне со времен комсомольской организации когда будет сидеть болван и ублюдок первый секретарь и объяснять что можно делать молодому перспективному строителю коммунизма а чего делать нельзя а потом пройдет года полтора и эта мразь будет новым русским и уже не будет никогда вспоминать о том как он вел идеологическую борьбу вот я эту крысиную мразь ненавижу с того самого времени особенно умилительно это выглядит на фоне того что вся властная верхушка россии это старики как раз путин бункерный дед и патрушев и другие кому значит они рассказывают ну в общем рассказываю другая витязева начал горит да шаман это шаляпин говорит шаляпин современности и фредди меркури господи оба перевернулись в могилах значит но рассказывает все это к завистники рассказывается шаман очка это не такой посмотрите конечно шаман это слушайте это практически по сравнению со всеми этими это практически не знаю там шаляпин или не знаю там фредди меркури нашей нашей да эстрады я не говорю про шоу-бизнес мне вот ничего не нравится это слово потому что шоу и бизнес мне все-таки бы хотелось чтобы это была культура на худой земля к сожалению новых симоновых на новых шостаковичей новых оренбургов да и кого бы то ни было вот из тех всех тех кого мы знаем и помним с детства с раннего то и не надо вот не надо не надо нам подсовывать понимаете вот это вот стекляшки под игры рассказывает что это бриллианты мы лучше как-нибудь пусть мы хорошо пусть еще одно поколение русских вырастет на старой доброй классики пусть у нас будет один шаман хотя мне конечно очень хотелось бы чтобы вот таких ребят было больше но пока он у нас один но вот лучше пусть будет он один чем десять вот этих вот непонятно но полностью еще одна придурочная что здесь можно сказать даже российской пропаганды для вот такой нацик шаман иногда в них слишком он еще весной мордан про него прямо говорил значит что он в стиле третьего рейха собственно говоря работает иначе ты не назовешь посмотрите странный сюжет такая знаете смесь но я не знаю видимо костюмер или кто там этим занимался то ли он насмотрелся полицейской академии вот этот знаменитый сюжет в баре голубая устрица про повязку на рукаве я в общем даже и не знаю как комментировать вы что считаете что вот это вот может считать из каждого утюга может если проплатить каждый утюг то она будет из него звучать вот собственно и все дайте дышать тем дайте творить тем кто это умеет талантливым людям выкиньте вы из этой эстрады всю эту сволочь ни на одну музыкальную радиостанцию российскую без огромных денег не протолкнуться по но ничего теперь молодец ну что вся россия вот их главный их значит звезда шаман еще у них одна скрепа это конечно русская православная церковь вот эта узкая православная церковь во главе с генералом фсб гундяевым он же патриарх кирилл тоже еще скрепа типа их эстрада и тоже все упирается в ядерное оружие вы не поверите патриарх кирилл вручил какую-то премию и награду российскому значит кому-то создателю очередного ядерного оружия и говорит что ядерное оружие это говорит создано было по неизреченному божьему промыслу это говорит еще раз священник как бы типа священник христианский гриша ядерное оружие это это счастье это божий промысел что его создали под покровом серафима саровского и теперь вот мол есть счастье и поздравляет этого ядерного физика ядерщика создателя ядерного оружия посмотрите вот ради его иванович это я бы смело сказал великий русский ученый он возглавляет ядерный центр тот самый который был создан курчатова если бы не работа курчатова ради ивановича их коллег собратьев то трудно сказать существовала ли бы наша страна они создали оружие под покровом преподобного серафима саровского потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного серафима благодаря этой силе россия осталась независимой свободной и конечно мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот замечательный подвиг наших ученых которые практически спасли страну дорогой ради иванович вы относитесь к таким ученым вся ваша жизнь посвящена родине и и защите помогай вам это конечно песня ну вот он правильно понимает гундяев политику партии соответственно в ответ есть и реакция со стороны путина и со стороны главной российской власти он гундяеву дает почетную премию в честь единства русского народа все у них про единство русского народа то есть это единство ядерных физиков попов фсбшников во главе с кириллом безумных нациков звезд но и самого бункерного дела вот значит премия кириллу за все его колоссальные просто заслуги тут немножко в русскую православную церковь тоже информация пришла там в глубинке россии православный священник там убил жену и долго держал в холодильнике пока держал ее в холодильнике немножко расчлененную рассказывал дальше проповеди тоже наверно про скрепы ну так все хорошо друзья ну почему безумие сказать иначе нельзя еще чтобы чуть-чуть вам показать реальные скрепы посмотрите как опять же чиновник и батюшка вместе выгоняют инвалидов в якутии значит во время концерта но инвалиды там мешали всем было сесть неудобно посмотрите согнали инвалида с места батюшку посадили в общем вот это реальная россия вот это ее скрепы покажите это видео людям это важно чтобы они больше его увидели комментируйте лайкайте шерти а мы держим строй